Всем снова привет, дорогие друзья! Продолжаем смотреть вместе с вами Dota на D2CL. У нас противостояние X3 против HF и первую катку HF офигенно отстаялили. Неплохо отыграли в мидгейме, задоминировали своего оппонента, но имея даже... Сколько они там? 15 тысяч, да, по-моему, превосходство имели или около того? 12, по-моему, в пике было. Ну вот, да, около 15, короче, они имели и в конце концов залили эту карту. X3 показали чудеса, так сказать, выдержки. И, конечно же, показали нам OverTotal, о котором мы говорили в самом начале. И я уверен, что и во второй карте то же самое может произойти. Единственное, что может быть, наверное, является каким-то контр-рагументом против OverTotal. Условно, вот сейчас, например, там на Винландии 52,5 больше 1,82, да, например, такой вариант. Это центральный, срединный Total с 50 на 50 кF. Я бы сказал, что единственное, наверное, что может быть контр-рагументом против, это то, что HF-ы могут тильтануть плотно. Настолько плотно, что просто не вылезти из этого тильта и вторую уже проиграть в салат после такой проигранной первой. Ну да, тут можно посыпаться после того, как у вас все было в руках ваших. Просто берите да заканчивайте игру на пару грубых ошибок, и вот уже вам линии пушат. Смотрим драфт второй карты. Здесь X3 набирают уже поувереннее. Это, во-первых, связка Пугна плюс Шторм. Нет Виспа, значит, есть Пугна. Это тоже здорово работает. Андерлорд, как один из сильнейших оффлейнеров патча, который пока толком никого не режет, да, но потенциально закрывает многих героев. Он классный тем, что он угрессальный. Да, то есть у тебя просто есть ситуация, где ты его пикаешь, и ты, скорее всего, все равно не прогадал, а если ты его не пикаешь, то, скорее всего, забанят. Вот. В этот раз HF убрали без 100 ДК и АСК, ну и вот Майстер сказал, чуваки, слушайте, я, конечно, все понимаю, давайте я просто или мастер, боже, я уже путаю просто двух чуваков, которые одинаковые практически мастере. Вот. И Рубик. Ну, Рубик хороший с тем, что Патма, Марс и Бэйн, да, Бэйна стелить ультимейт супер просто, поэтому Бэйн по факту даже давать его нормально не будет. У Патмы можно стелить хорошо стрелы и липы. Ну и Марс там, понятно, копье нереально круто скелится в вопросе ДПС и стана. Ну и сверху... Малис приятно закидывать. Да, да, можно закидывать. Если не попал Андерлорд. Вторая вещь, которая очень важная, то, что он может собрать шарт и спасать из подстрелы Патмы после стана любого. Если, ну, в тебя летит, да, ты просто-напросто уворачиваешь своего тиммейта через телекинез. По-моему, через арену она не перекидывает. По-моему, это пофиксили, если не ошибаюсь. Да? Я не помню, если честно, сто лет не видел. Окей. Ждем, что придумаете, чефы. Увидим, если он купит. Да, увидим, если он купит. Что там и чефы сейчас придумают? Пока что... Ну, и они видят уже тройку-четверку, поэтому могут взять сейчас керри. Я бы на их месте брал бы какого-нибудь Манки Кинга. Из минусов, да, Штормилова срубает деревья. Да, он там может его заберстить. До того, кто ультимейтный жмет. Но в целом, МК норм. Он на линии постоит офигенно. С Бэйном вместе. И под Марс в Сквуарену хорошо работает. Из минусов Марс тоже сбивает деревья. Тоже бывает. Казусы случаются. Но это уже такие мелочи жизни. Они решили взять себе Урсу. Хорошее перекрытие Андерлорда. Не скажу то, что потом по игре ему прям невероятно комфортно здесь будет, но тут нужны и ула просто, да. Если Х3 соберут 1-2 и ула, вообще ези катка против Урсы. Ты просто катишь и ультимейт, и дальше убиваешь контролем, а контролизи будет много. Ну и Decreapify, кстати, еще тоже мешает. Да, да, да. Один лишь Пугна сильно спасает. Банится ли шаг и как будто бы есть намек на какого-то иллюзиониста. Это по-прежнему может быть Terrorblade какой-то. Это может быть ПЛ, который в параллельном матче выиграл. Все-таки дожали. Нага есть тоже против Урсы. Хорошо работает. Под нагу сетапить что-то можно. Там Питапмали здорово постелить. Против Марса Мираны. Да в целом стоит у нас Пугной. ВК. Ну, ВК, мне кажется, здесь не лучшее было решение. И ВК бы, наверное, не взяли. Да не, ВК нормальный. Ну, типа, у тебя хороший фронтленер. То есть у тебя главная проблема Андерлорда, да, что это не самый лучший фронтленер. Это не классический инициатор. Да, не Марс, короче. Не ЦК и не вот это вот все. Поэтому подобную слабость тебе лучше компенсировать героем, который может первым влететь и впитать. Да. И не только впитать, но и стандарт желательно. Это ВК. Это прям его идеальное описание. Времена, когда УД у нас тройкой был, тогда ВК был оптимален именно на сейфлайн-позицию. И я думаю, что есть вообще какая-то замена ВК в этом вопросе, которая здесь еще не проигрывает на Икс, потому что ужасно смотрится. Какой-то другой танковый персонаж, не знаю, Джиггернау тоже фигня. Хотя Джиггер нормально, кстати. Not so bad. Минус Лина. Возможно, кстати, будет какой-то иллюзионист. By the way. Я, да, жду иллюзиониста ТБ там какого-то. Лина может быть хорошая против ТБ или Шак. Просто ТБ годовато с Андерлордом и Штормом, честно говоря. Звучит. Но зато по лейту потом просто невозможно поиграть. Это правда. Можно Сирионю какую-нибудь. Если чел играет, конечно. Минус Терблой, да, да, да. Ну и осталось из-за ленистов Нага, ПЛ. И в целом все. Ранжевика точно брать особо не хочется, потому что Марс. Ты никакой дровкой здесь выиграть не сможешь. Ну, была бы хотя бы Медуза, тогда да. Медуза такой все равно было бы. Урс с Диффузов собирает и потом тебя ждет. Мне все приятно. Но в целом да, выигрывать просто с Медузой это всем прекрасно понятно. И... берем Войда просто и играем в 60 на самом деле возможно он реально выиграет и ему ж пофиг на арену, но... Блин, тебя задушат. То есть вся игра в том, что ты бегаешь как сумасшедшие типа от всех и просто пытаешься сплетить. Опять проблема драфта ЭЧ в том, что им нечем работать по объектам. Ни по вышкам, ни по Рошану, ни по хайграунду. Плохое решение против Урса может сработать. Урса довольно долго будет Морфа пробивать, но в том плане, что там первые полчаса Урса хорош, может быть, но Войде все равно уступит. Они тимбер оставили. Ничего себя. У него забыли, мне кажется, X3. Ну, я даже и не знаю, честно говоря. Ну, с одной стороны, Андерлорд, конечно, нормально с тимбером справляется. Даже не то, что справляется, он мешает играть просто в доту из-за того, что тебе приходится постоянно пить и вот эти все доджети и ротов атосы. Но как только ты покупаешь лотуса, ты обычно покупаешь его первым слотом или вторым слотом. Это еще в кайфе. Медовый тимбер. А, это медовый еще тимбер, да. Прикольно. Прикольно. Ну, в целом, мне вот именно тимбер здесь нравится очень, а все остальное такое себе. В случае с Марфом, я давно не помню. Я не знаю, как играть Марфом Несфир. У него очень крутой Террорблейд. Подозреваешься, наверное, Марфила тоже плюс-минус. Вот, ну и Нетти на Штроме, честно говоря, не знаю, тут вообще игра легкая, для него не легкая. Вроде достаточно нормой. Ну, что из контроля, из надежного есть? Топчинс грипп, да, который не задать, потому что Рубикс состилит. С другой стороны, против тимбера тут тоже ничего нету. У них физического пребивания нормального нету, минус армора нету, магического демеджа маловато. Потом процентажные подключатся от андерлорда, но это все-таки не то, чтобы прям вот супер-мега сильно его нерфит. Вот, Аберста мало. то есть до появления большого количества салтов на Штроме от тимбера пробивать нечем. Слашусь. Короче, мне нравится. Это другой драфт, но в зерку лучше. Супер-глубокий лейт, мне нравится у Х3 очевидно больше. да, тут правда. Ну, типа, и чефы должны по-хорошему будут максимально сосредоточиться именно на объективах, да, то есть у тебя Урс, который быстро забирает рошу. Вместе с тимбером у вас очень хорошее сочетание по таймингам, потому что Урса выходит в онлайн тогда же, когда тимбер все еще актуален, то есть на минуте 25-ой, вы играете первым темпом, вам комфортно всем, у вас все герои способны состакаться и играть большой пятерочкой. У противника, в отличие от вас, имеется морфинг. Морфингу придется постоянно играть 4 плюс 1, и он будет актуальным намного-намного позже, нежели керри противника. Поэтому, да, первый темп от HF-ов, второй темп от X3-ых. Как мы с вами видели, вторым темпом X3-и довольно прикольно играет. И у них это неплохо получается. Чё-то парни очень долго, конечно, разбирали героев. Будем надеяться, что никаких пауз больше не будет, и мы с вами посмотрим дочку. Чё там, кстати, винлайн рассказывает? Давайте посмотрим. Не вижу пока. Винлайн рассказывает, что можно по баннеру по трансляции перейти, взять фрибет до 10 тысяч. очень актуально под плей-офф D20L. Департинал Лиги Чемпионов. чё, да, тут самое главное явно самое интересное, что есть, до которого два с половиной часа осталось. трансляции. Угу. Так. Кэфы такие у нас на... Стоп, стоп, стоп. Да. 1.33 на 2.8 на X3, соответственно, фавориты у нас они. Вот такой вот расклад. Ну, и я, опять же, вам говорил про Total. Total сейчас уже убрали, но они были в начале драфтов, там, и... в общем, мы могли успеть. Вот, надеюсь, что у нас игра будет интересной, потому что выглядит она реально тоже мясной, снова. Она не выглядит так, как будто одна из двух команд способна супербыстро закончить. И я бы сказал то, что самым, наверное, интересным куском времени в нашем противостоянии будет примерно 15-25-30, потому что она по факту нам покажет, смогут ли HF сыграть своим первым номером, потому что если они не смогут это сделать, то дальше игра будет намного намного более тонная для них и сложная. Стрела тем временем впагнул. Интересно у меня как Шторман стоит против Тимбера. На первых лвелах должно быть хорошо все. На самом деле имеет смысл просто Тимбера игнорировать, только у него пассив на вторая, уж тем более третья будет, и просто работать на свой фарм, добивать крипов, максимально быстро получать левы и позволять Тимбер у тебя душить. Посмотрим, насколько Урса хорошо работает против Андерлорда. Он на бумаге-то хорошо работает, потому что Андерлорд снижает урон, а Урси по барабану на урон. Он урон наносит не чистыми цифрами, а тем, что у него есть на пассивке. Чистые цифры, грязные цифры. Этмосферу приходится тратить в ласку. Опять же, ему до третьего лава надо даже додержаться, там уже будет немножко попроще со второй перекачкой. Пошли выгонять Соху. Очень больно коту, очень больно коту, там 1071 атмосфера влетает. Ну и интересно, как себя покажет, конечно, Тимбер на меду. Точнее, то, как он себя покажет на меду, это понятно, как он будет потом разгоняться по карте и будет ли он полезен именно в качестве пост-2. Разменивается с Нэти. Ну и пока у Шторма побольше. Крепочков Тобита на 4 штуки. Одного с Денайл. И минус Бейн, походу, да? Да, минус Бейн, филсблат для Велхиора. Ресу тоже проседает. Тоже ему больно. Я пришел сюда чтобы тестироваться. И у Рецу ситуация такая, что если в предыдущей карте у него был довольно сильный герой, который на линии стоит, ему просто по кайфу. То в случае, соответственно, с данной ситуацией прям совсем все плохо. У Рецу заливал его линии, начинается умирает еще и Урса, и теперь уже будет умирать Бейн, походу. Очень больно. Мастер бьет с руки, заливает еще и дождем. Ну просто то есть как можно так линию ставить? Это же невозможно против антого андерлорда. Он купит свисл ринг и будет поливать нитстоп своими скиллами. Ну это при том, что мы еще сказали, да, то, что даже не сказали, а то, что Урса был пикнут в андерлорда, потому что он типа его контр на лайне и потом по игре. Но счет мы видим насколько все грустно. Там, конечно, двух хиоро все смогли забрать. Но он просто пошел сденайлся. Окей, ну тогда в том случае максимально комфортно. Ну, тем временем счет 2-1, но при этом всем по линиям то понятно, что топовая полностью выиграна за их с третьими. На меду в целом 50 на 50, а на боте я бы сказал 50 на 50. Классно хуже свои бабки зарабатывает. Второй брусок уже купил. Классика жанра для Марсов. Как вы знаете, на топе снова начинается нападение, но при этом Редселс теперь хочет сам напасть. Ну нет, нет, не получается ему забрать андерворда, а это было бы неплохой камбэк для Редселс, конечно, потому что сейчас он страдает дико, и мало того, ему пришлось еще и на регены купить себя. И вот три тангуса дополнительно куплено. Очень плохо ему, очень ему фласку на него кидают. У маэстера, чтобы вы понимали, две ветки. Просто две ветки. Нетворс 414. А, нет, я думал за маэстера потом будет войти. Там просто поражал оверпавер. Подать стали. Маэстер потихонечку нахилится. Сейчас какой-то регенции принесет дополнительно. 4-й левел, вторую пассивку наверное возьмет. еще и линия запушилась в сторону маэстера отведет как раз таки дабл крип. Тем временем минус пугна. Реце снова один остался и начинает бить по велхиору. Велхиор этапок поэтому просто невозможно догнать науши этого героя. Наботь тем временем на свир что он тут делает. Чит пока да. там идёт нормальная такая фармёжка. Маск перенесёт готов переслед в любой момент. Вы пока в чате можете рассказать нам где вы будете смотреть гранд финал лиги чемпионов и за кого будете болеть. Если среди вас вообще футбольные фэны. Лично я не особо буду за кого-то болеть но подозреваю есть такое маленькое подозрение в скобочках очень большое что Ливер должен выиграть это я то не знаю что это не максимальная притомная я сегодня буду смотреть дома я буду стримить это дело welcome twitch tv mortalis кто не хочет аудиально типа аудиально типа ну типа того да картинку можно подрубить где угодно на сайте на телевизоре послушать меня так тем временем минус потом на боте морфила уже смазкой соответственно может нормально размениваться по хпс марсом на топе тем временем продолжается напряжение по рессу но у него самый низкий инструкция фортифайлов на карте от морфа он конечно не супер далеко пока что отстает но все равно ничего приятного в этом нету мастер улетел на пазу смотри втроем пытаются задефать от катапульты вместе с тимбером мидл и у них это не получается то есть он только сам просто пешком ушел потому что вообще ничего не боится в данный момент у него четвертый ловел пассивки на боте тем временем стрела вместе с арендой в смысле с первым спеллом закинут в Несфира Несфиру больно настолько что он даже попытался сделать ТП но это вообще худший вариант для Несфира лучше просто погибнуть чем нежели еще и попытаться ТП нажать и после этого остаться в ситуации где ты появишься на базе и ты пешком будешь на воде идти у тебя нет тапка Тимбера что Урсей все равно ближайшие 20 ну ладно не 20 там 15 минут делать ни черта не будет поэтому она так камбэкнет вот а вот Тимбер вместе с Марсом должны будут как раз таки задавать тот самый темп о котором мы говорили то есть первый темп которым должны ИЧФ играть ну придется x3 действительно против этой пары очень мощных героев потерпеть какое-то время надеяться налейт в исполнении морфлинга из-за того что Урса плохо стартанул на Рошана да не сразу заберет возможно к моменту когда готов выйти на Рошана x3 тоже будет готов андерлорд там что-то успеет набрать визабилити 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 вообще не прогнать его отсюда у него есть клок мастер взял уровень 6 на андерлорде наверное не обязательно вкачать ультимейс хотя могут сейчас киллпоинт оставлять не прощал нигде сыграет на лордах ничего ой-ой-ой повыпадало шторму тут просто с одного компании тралок аж 4 штуки подряд ники кул добирает мидл башню защищать ее невозможно против такого тимбера как мы уже и говорили берста нет просто да то есть магического дэмэджа крайне мало у икс третьих и его не будет пока там левел не будет не будет ультимейт попытка улететь получается получается свалить красиво ну вот оставил свой план а че он в телепорт не... а че... а че... а че урса не пошла в телепорт кстати они вернутся со штормом сейчас они вернутся со штормом обратно и убивают рессу вот это мем от рейдж погоди но сроком не живет стики фарик есть прыжок надо еще использовать как-то красиво их двое только никого больше нету а рубика там смелил тимбер нам еще идет это жесть просто это ерунду какую-то сделали ну зато фаново зато фаново зато фаново максимальный кайф я не знаю я считаю то что ну если ты пришел играть на ддц вот эти вот ваши серьезные замесы должны где-то на финале быть а до этого момента надо получать удовольствие и делать какие-то разные странные штуки чтобы тестировать да сработают они или не сработают и радовать нас сервисным сервисным ледом смн стрелу по нему пустили после найтмейра классическая связка ничего сложного в этом нету на боте тем временем очередная агрессия со стороны классно круто у него топ нетворс на карте 5000 ты когда-нибудь видел марса который обыгрывает настолько сильно морфа радиант топ-тавер сандер атак радиант оскар наверное редко такое случается но по-моему да тут какая-то катастрофа локальная при этом все мастер очень серьезно отступает по вопросу что нетворса что экспы казалось бы да они сделали киллы на урсу но после этого уже андерлорд сравнялся с урсевичем по тому грустно у него все с нетворсом а мы понимаем то что он не выйдет в онлайн пока не появится ротов фотост а до этого момента он с этой линии ливать не будет ну и вроде как забирает вышку я вижу что никто ничего не мешает соответственно будут просто пацаны размениваться сейчас на спиру стянулась вся команда противника он не знает еще об этом но скоро узнает и даже если он нажмет вейформу ой-ой-ой арена арена задоджил конечно но есть подозрение что а что дальше стрела влетает просто распилит его нафиг полностью выдадут весь раскаст 2400 хп даже стихи не дали нажать тем временем приходит ингрид приходит нарвал приходит мастер это минус классно круто походит будет убивает марса но с тимбером воевать вообще невозможно ему просто пофигу на все он пилит тебя дальше юфиора пытается что-то сделать у юфиора есть в ринге кстати он очень круто работает против тимбера должен работать чистый урон они видишь не могут его задержать не хватает контроля даже с андерлордом сейчас штормов тела урона вернее контроля не хватило по урону они бы его сейчас вывезли а там кстати еще ловят там пугна убил убил этого потму и улетать да и просто выживает еще кроме этого по факту надо было просто немножко так энринг улетает не улетает найкмар сорян морф тем временем перешел на топ постановок андерлорд его снес и совершенно спокойно продолжает фармешку теперь очевидно что у ищевов есть центральная задача снести ботом вышку здесь кстати удобно эту ботом вышку сносить потому что посмотрите мастери спрятался за единственным деревом оставшимся в живых просто просто целая здоровая поляна без деревьев и он стоит и такой парни парни я спрятался меня не видно вот один раз ему можно запустить партшторку и уже бежать надо не тп просто нажать и все да в тупую на мидл идеально сыграно супер изично ничего другого в принципе придумать и не мог и не должен был просто классический мув заход теперь на мидл одновременно да то есть запушивши мидок пока там пацаны бьют ботом ну и естественно тимбер стягивается оставляет урсяну на боте одну такой темп игры в пользу x3 как мне кажется продвижение от hf никаких нет рошана урса пока не бьет он вообще через bf планирует играть ой-ей это еще и не темповые урса куда-то там лейт я не знаю урса даже нафармленный да пяти дубжетеслотовый он очень ровня может даже не особо абсолютно не цепляет здесь такой ненадежный контроль на морфа по барабану ему будет на урса через изерил нынче не играет на морфлингах но против урса вообще не удивлюсь хотя есть пугна ладно этого хватит тимбер тимбер урса пугна и тимбер 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 бегает на себя внимание на него можно забить вот пока он занимается вот такими вещами просто стоит в центре бьет крипов иногда встречается в лес он абсолютно не опасен пока вы с ним не деретесь можно на него реально забить занимайтесь своими делами фармите у вас там мобильный андерлорд будет растягивать морфлин где-то в другой части карты шторм тоже вот так будет на себя байкить убивать героя и улетать арена хорошая что она просто вылетает а здесь морф приходит на помощь не стали бить марса теперь обряд справятся или они его граники мира собираются пробить я серьезно не понимаю да не не ну какая куда чё забудь вообще не вариант слишком мало слишком мало магия на него так были вот атмосфера очередной но днем типа няне забейте вообще просто спокойно дальше катаем в лед на байкера ну там рота фотос как какой-то контроль есть можно как раз так убить по тму по тма сама липнулась просто в лицо но добавить out морф решил напасть именно на тимбера не добить мирану очень странно что то что корм задел мирану но опять же ситуация новая начинают отрываться по экономике немного и вот сейчас урса уже готов бить рошана любом случае там 4 пассивный руль тиммейт пф за глаза урона хватит порошану и x3 вот сейчас ответить не могут они не могут там сильно помешать их тимбер назвали рона пока недостаточно морфучих качаться и качаться но именно поэтому у нас не такая местная карта с ранее с предыдущей а x3 всегда готовы были принять драку если навязывали и чефы и да и сами по себе тоже они постоянно что-то делали активные сейчас эти сейчас киллов меньше потому что теперь со невозможно пробить и кстати это прекрасно понимает поэтому инициировать это массовые драки не особо хочется поэтому просто фармят случае с чефом и им надо на разовой драке но у них еще маленькая урса потому что она с бфом с бфом она еще не боец так что они могут четвером конечно драться с появлением бкб на классно круто тем более будет намного намного комфортнее ну и мы видим то что к марту приходит домой да у него сфера скоро манта ну вот темп по фарм уйдет марс минус да качественный отыгрыш от мастери по вопросу контроля ну явно кстати на пангольере у него получалось послабее отыгрывать здесь он чувствует себя явно пополезней как минимум в начале игры ну я бы сказал что я все еще наверно верю именно в x3 больше несмотря на три тысячи перефарма в рейтсу и компания вроде как нормально все делают но недостаточно темпово если посчитать по их драфту и мне кажется это связано именно с тем что у тебя урсай начала делать бф да она часто фармится до блинка и будет активнее вот он блинк появился тем времен на миду нападение на мастере рота фотосик далее но опять же насколько же пофигу тимберу даже не смотря на процентажный урон от ваер шторма все равно мукулевая работает и захват на рошана будет через дд этот захват на рошана надо отдавать надо давать отношению не успеют они мне кажется еще во время драфта понимали то что они первого рошана точно типа шансов на то что у тебя что раз перед смартфон готовы будут драться в моменту когда урса заходит на рошана это еще не самый ранний рошан так-то 19 минуту все-таки на таймере обычно это около 12 там 13 и о том что они знали что они отдают это вообще и точности входит в их планы по игру спокойно даем первую рошу играем просто дальше на свой фарм и в данный момент я даже не понимаю что они тут группировались все в пятером потому что да возможно они пытаются какой-то соло-ганк сделать но они за это время могли бы просто фармить распушивать лайн и так далее потому что какого-то дикого кетча пока у чехов такого основного прямо нет да там нет соло-ганка на уши с блинком поэтому сложновато еще кетчить нормально марсу так с блинком да там имеет какой-то контроль этот не оптимален мунайд шарелл был нажат от чехов приходит они мидл пытаются найти морфа морф без перекачки поверну нет он живет знает тут напасает и не рано она здесь должна погибать на что-то может быть просто бежать надо портал 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 убегать кто может кто может может только underlord а тпшки нету на сфера он бежит дальше на вейв форме за ним погоня но у него есть тимбер чейны у него 9 стаков вся часть тиков можно еще уйти и беру входит в смысле тимбер на сферу уходит красава ну явно видно что у него есть какой-никакой опыт на морфе хоть и на дота пафе написано на дота плюсе написано что у него 5 но видимо где-то на сайд аккаунтах тренируют этого героя что пока не особо много ошибается молодой человек мастеря мастеря погибли да было 23 стоял халявный фраг для редсу максимально халявный но и вот сейчас вот на 25 минуте будет точно получается 22 минуте будет пик силы потому что в этом момент будет бкбшка на редсу и айгес активный поэтому он просто идем и что называется сносим доминируем уничтожаем штормила на топе фельдс грипп нету фельдс гриппа ну и чё тогда напали непонятно просто так короче кнопку нажимать кстати он этим нету тп еще 20 секунд это опасно потому что сейчас будет найт мэр плюс стрела и все и все и таверну и в таверну или нет а рядом нету никакого дпс а оооо не в ту сторону братан не в ту сторону надо было налево вверх улетать что ж так обидно то да видит идет у нас x3 и нафидил андерлорд нафидил шторм сложно играть такую дот конечно но сфер продолжает фармить благо его все все эти передвижения особо сильно не касались и теперь на него нападает на ботом у него есть манта можно просто-напросто оставить ее на лайн и самому бежать по моему он все знает да да он все знает он все чувствует ты паут нажать под перекачкой а чё перекачку то не нажимаем когда ты паута нажимаем подальше надо было бежать это просто жесть то есть сейчас только вдумайтесь да такой герой как тимберсо ходит по лайнам и гонгает типа не марс это делает а просто вот патма бэйн и вот это конечно все звучит очень-очень печально для x3 но опять же закинуть все еще и шефы способны мы это увидели на предыдущей карте бак об этом времени появляется курсы и пока счет 27 по килом такая игра очень-очень спокойно размеренная бкб появилась на штамм спирите продолжает растягивать карте карту мастер и топармливая свое бкб абсолютно голый морфон валяется смерти ну да да ну не то чтобы он прям невероятно очень и очень плохо прям вообще никуда не мазать да мастер решил тоже нафидосить пострелу это самый важный герой вообще в обороне база смог пошел и бы вы не понимает время просто сваливается команда x3 хороший соло ганку то что было необходимо шторму в этой игре сейчас он может спрос на все не боятся почти ничего кроме петли по потому что его бкб появилась тесного никто не убьет не отконтролит смн повернул а и заканчивается превращается на сфер тимбера пробивает его первым с пылом но опять же дэмэдж тут вообще не хватит мне очень понятно что хочет морфон всем всем этим доказать не знаю очень просто изобьют вариантов это какой-то рот был серьезно мастер даже не сдержался я согласен полностью я еще не понимаю что он сейчас сделал он типа он он не должен был в принципе в эту драку входить и было понятно просто продать саппорта но он типа решил показать скинуху что он может с пылу нажимать красиво вопросов 0 конечно может но это чел ладно это x3 надо делать своим мидгеймом они так набирают жадно просто играть в дот не морф очевидно был не самым лучшим выбором в этой игре но опять же да если бы еще не эти ошибки 043 играет у нас морфило настолько чел вообще не здесь и не тут но это классика жанра морфа либо ты убер бог который вообще невероятно кнопки жмет вот либо ты среднестатистический морф а среднестатистический морф в руках как это реальная боль очень слабый сейчас сравнив с другими корами явно не настолько уверенный и не настолько стабильный ну да и пофигу в целом любом случае с 10 тысячами чефы должны постараться в этот раз не залить это будет сделать сложнее потому что у них жирничай отличие от предыдущей катки где надо было тоненько на тоненького кнопки нажимать вы на миде нападения на тимбера у него еще ноль смертей поэтому как вы понимаете если убить эту консервную банку то можно получить за него очень много денег что что убить ее пока не представляется возможным даже с появлением скорее говоря все равно будет сложно но до скади еще очень далеко там степенда карта уж нажать с концу идет она слишком много артефактов марк ставит арену на рубика все почем рубик так рубик и smn сейчас отправится наверно судя по всему хотя ну побегает побегает и очка и зачем от марта уж марку тянет чтобы морфт снова запидел так пошла пошла в этот раз куда забрал это не очень хорошо забрал либо штаб либо морф да хоть кто-то знаешь такой ситуации ну не но просто у астри и не будет такого скеллинга конечно сравнение со штабом на вопрос очень сильно нужны бабки он красиво сыграл в тимбер дал первый и таким образом срубили много атрибутов посмотрим какое дополнительное время будет есть короткий рошан то повезет очень сильно чепом это короткий рошаны и очень сильно везет и чепом 4 секунды 7 секундный рошан какой же кайф для урсы мне кажется не в любом бы случае забирали да да но я имею ввиду смысле что сейчас если бы был бы долгий рош это было бы побольше времени у их встретить а типа в полете андер нажал бкб так работает видимо типа именно специфика коннекста с бэйновским нейтмэром скорее всего так они будут нападать а зачем нами сейчас фуловый тимбер придет им просто лицо разобьет урса с бкб я реально не представляю на кого и как они хотят напасть где тоже но выглядит так как будто они все команды сейчас умрут эсбири пошел на урса да ладно там и хобби ворс все бкб и надо бить просто бить кого-нибудь урса должен пока не может он позволить вот сейчас в байдмастере там тазмиран или пока 2 в 1 и урса просто баш с первого удара по морфингу там он только бежать остается ровно как и шторма это первое второе сам подма все-таки домирает тем временем морф ушел на тот что у чувака прокуют баши на первые же удары сначала на морфинга потом на штатма это чел походу куда-то в храм до этой катки ходил зеленого монстра как макаронного монстра короче жестко жестко очень еще прилетела но опять же мы понимаем что все еще и чефы вот ровно в такой же ситуации ровно столько же у них было денег и ровно то же самое и 2 рашан или 3 у них это к этому моменту был все то же самое происходило и точно таким же образом могли заправить я так понимаю главной причиной по которой велхиор скомандовал атаковать с третьим и чефов это то что у велхиора был финсгрип да и раз уж у велхи застиленный финсгрип имеется значит можно начать хорошо драку попробовать и бить урсу но позиционка хорошая была от и чефов очень грамотная все прекрасно читали то что происходит на бой тем временем попытка забрать на сфера на сфер с этим таверну отправился что-то уже в тильте в диком я уверен от этого вот этого жести когда у тебя просто лица у сад и фиксы что сделаешь как пармить как что-либо делать непонятно и вся шесть секунд в таверне пока что посидит марфила подумает о своем будущем а именно третий карте чё бы там взять например нормального такого а не моффинга уже все настраиваемся на третью карту на торопом уверен что можно спасти на первое я до конца верил что можно спасти игру здесь чет как-то совсем не идет слабо исполняет очень чел на этом героя хотя на сфер реально то самая надежда команды обычно довольно неплохо отыгрывается эти флеймфровер забрал себе рубес штормила летит первым просто продамаживаю тибера немножко от уж пошел классический от уж ситуейшене где у тебя андерворд проставишь поляну ставишь пушечку и все надо значит подбирать dd идти на хэграунд видят то есть редсу заезжают башике ему заезжают 7 секундный рошан порой да типа ему заезжает double damage под доход на хэграунд тебя не найдет какой-то тотальный лакер на урсане заградил себе блин слитна Далланд, вставка, он в атаке! 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 Взорвали Рубеса очень быстро! Мастери тоже в тавернах отправится в бкп-шку нажимаем! Нопочки даем! Финскрип по морплингу, морплинг даем! Наверное, если не сдаемся, то у нас хайпэк! Вообще, эта игра уже 100% напоигранная! А может и даем, слушай! Не, он саппортов убивает, слушай! Штормила дважды убивает саппортов! В предыдущей драке он убил саппортов обоих! И в этой драке он убивает саппортов обоих! Ему хватает тайминга бкб и четыре нуля! Чтобы убрать и бэйна, и патмол! Но! Чё дальше-то? Ну вот убивает он двух саппортов! Это похмально! Эти синервал, как обычно, прайхарит! Что дальше? Дальше теряем линию! Это стромило снова! Уход обратно! Время как можно! Но выкупится сейчас совсем экономику! И так! Вот её мы покранили! Просто проще отдать вторую линию! Надеяться на какое-то чудо! А всё так хорошо, 2х3 начиналось, да? Видали, убили Усу на линии! Типа бэйна убили! Да, да, да! Линию нормально отстояли, но не считая нижней! И нижняя это... Ну, морфилы вообще, в принципе... Очень сложный пик, да? Когда ты вот на этом герое не сидишь тысячу лет! И не играешь! И даже если ты играешь! И мы знаем, что у нас есть профессионалы морфа! Даже они сейчас не пикуют его в паблике! И даже они сейчас не пикуют его в ПРО! Ну, герой сейчас просто очень ситуативный! Либо нет, если ты на нём отыгрываешь по 100 матчей в неделю, то, наверное, можешь! Как вот есть команда IG, да, в Китае, у которых 2 человека играют на морфинге всю свою жизнь! И любой готов любую секунду на нём сыграть просто потому, что они слишком хорошо выступают на морфинге! И они готовы там камбэка здесь с 15-тысячным отставанием, с 20-тысячным, но они понимают, что делать! Они делают сетапы какие-то под этого морфа! А что здесь под морфа неясно! То есть он в теории может работать против фурса, но хотя бы на равных слотах, либо немного уступая! Ну никак не в два раза! В два раза отставание! Ха-ха-ха-ха-ха! И не сдаются у нас X3 играют до конца, до талого, хотя это не решающая карта для них, да, это всё равно будет третья! Но... Парни катают байбек, нажимается от Андера! Влетает с Урса на хайграунд! Вместе с Тимбером Местери должен нажать первую кнопку! Не нажимает никаких кнопок! Влетает на него Марс! Пиццгрипп тем временем на Штормспирита! На главную надежду! Вместе с Тимбером Местери тоже сейчас будет в таверну ГГ. Вместе с Тимбером Местери тоже сейчас будет в таверну ГГ. Нарвал! Будем третью смотреть! Значит, будем! Ну, пора, наверное, отказаться от очень жадных драфтов и игры вторым номером! Неужели они не способны поиграть побыстрее в доту так, чтобы у них в другом гейме всё-таки их пик... Хоть что-то мог! Да, тут плюс! Даём всю инициативу, фармим полчаса, там минимум, а то и 40, а то и 50 минут, и надеемся на то, что за это время соперник не закончен. Ну, на первой карте простили, благодаря своим ошибкам, да, ИЧФ, на второй карте уже никакого прощения. 0.7 Морфлинг бегает, Андерлор 4.7, опять Натимарвал в соло пытался это спасти, но увы. Да, посмотрим, что будет у нас на третьей карте, отправимся пока на паузу.